Любой гражданин, усердно проработавший несколько лет на благо своей Родины, должен быть награжден по заслугам. Государство предоставляет право оформить документы на услугу по присвоению гражданам звания ветеран труда. О том, какие условия необходимы для получения удостоверения, смотрите в нашем следующем сюжете, который выходит в рамках проекта «Государственные услуги, доступны каждому». В любом возрасте хочется чувствовать не только поддержку родных и друзей, но и защищенность государства. А тем, кто несколько лет жизни посвятил работе на предприятии, хочется получить награду за свой добросовестный труд. Почетное звание ветеран труда дает работнику возможность рассчитывать на получение денежных выплат и льгот, вне зависимости от места проживания. Данное удостоверение действует на территории всей России, и можно обращаться за льготами, компенсационными выплатами на территории всей России с этим удостоверением. Пакет документов для данной услуги не такой большой. Достаточно предоставить специалистам в МФЦ копию паспорта гражданина Российской Федерации, страховой номер индивидуального лицевого счета, трудовую книжку, а также две фотографии размером 3х4 и удостоверение о награде. В случае, если гражданин по каким-либо причинам не имеет последнего, специалист центра сделает копию страницы с наградами из трудовой книжки. Награды должны быть следующие. Награждение орденами и медалями СССР или Российской Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награждение почетными грамматами президента РФ, благодарностями президента РФ, либо подтверждающие награждение ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу. Также необходимо предоставить справку, подтверждающую назначение пенсии не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин за выслугу лет. В дальнейшем добросовестному работнику недолго придется ждать своего удостоверения. Срок рассмотрения данной услуги – 15 рабочих дней. В случае положительного решения заявитель также может изобрать документ в отделении МФЦ по месту жительства. Удостоверение предоставляет гражданам право на получение компенсационных выплат на услуги ЖКХ, а также за проезд в общественном транспорте. Компенсационная выплата за проезд автобус, международный, ЖД перевозки, либо водный транспорт. То есть для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий отнесенность к ветерану труда паспорт, номер счета, на который будут перечисляться деньги и сами билеты. Но билеты должны быть с печатями. То есть если ветеран труда, например, осуществляет междугородние поездки, затем ему необходимо обратиться в кассу с удостоверением о льготе, и там ему предоставляют печати определенные. То есть без этих печатей, если это просто билет, на эту услугу, к сожалению, подать нельзя. Стоит отметить, что ветеран труда может не только лично обратиться в отделение МФЦ для подачи документов на государственную услугу, но и через законного представителя по нотариальной доверенности. Отделение МФЦ Фокина работает по принципу одного окна. Информационное табло укажет заявителю, к какому именно специалисту ему необходимо обратиться. Для удобства клиента в центре есть специально отведенная комната ожидания, где можно еще раз проверить все необходимые документы для данной услуги. Продолжение следует...